Девушки отдыхают 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 то мы можем не увидеть, что скрывается за человеком. Что это может быть вежливый злодей. То есть человек может быть очень вежливым, потому что воспитан, но на самом деле там такое... О чём мы узнаем только позже, спустя время. Как в анекдоте, интеллигентный лось. Добрый вечер. Это работает и в другую сторону, когда есть такая сейчас поговорка, что вежливый стал настолько редкой, что мы её путаем с флиртом. И действительно, мужчина может нам открыть дверку, заплатить за наш кофе, придержать дверь. А муж такие, о, всё, наверное, я ему нравлюсь. Это правда. Ну и что в этом плохого, когда женщина лишний раз почувствует себя женщиной? А ничего. Главное, чтобы она не накладывала на этого мужчину какие-то свои ожидания, потому что он о ней уже забыть-забыл, у него там жена. А вот это большая проблема. Нам просто малейшее иногда какой-то жест, знак внимания. Мы почему-то просто сразу себе какую-то картину рисуем, а потом получается обломчик. У нас опасно очаровываться раньше времени всегда опасно в данной ситуации, потому что мы не видели этого человека, мы не видели, как он поступает. Когда можно очаровываться? Хороший вопрос. Когда можно очаровываться? Начать очаровываться. Начать очаровываться. Например, хорошо, когда на первых свиданиях мы не только сидим в ресторане, ну, в формате один на один, где-то в дальнем углу, и начинаем там беседовать. А когда на первых свиданиях мы испытаем как можно больше эмоций и побываем как можно больше, ну, вообще в различных ситуациях, чтобы посмотреть, как себя человек ведет. Важно же, что, как человек ведет себя не только с нами, кому он пытается, ну, очевидно, понравиться, раз мы уже на свидании, значит, что-то да хочется человеку. Важно, как он ведет себя с официантом, с таксистом, как он там, не знаю, ему позвонит кто-то по работе, и ряфнет ли он как-то, и будет пренебрежительно разговаривать, или там мама, например, позвонила, а человек сразу как-то недовольно ей грубо отвечает, то это такой звоночек. Настя, можно сразу скажу, знаешь, вот бывает, вот у меня, например, на моем опыте такое было, когда ровно была такая ситуация, и человек достаточно некорректно разговаривал в моем присутствии с кем-то там из сотрудников, но почему-то я себя убеждала, я думаю, что с этим сталкиваются женщины периодически, а со мной такого никогда не произойдет, понимаешь? Вот такой момент. Да, к сожалению, мы, когда речь заходит о каких-то плохих вещах, мы стараемся, ну, если у нас нет невроза, если мы обычные здоровые люди, мы стараемся, конечно, думать, что это защитный механизм психики, что со всеми плохо, вот у всех там, не знаю, домашнее насилие, еще что-то, а у нас все будет хорошо. Да, со мной так никогда разговаривать не будет. И скажи мне, чем закончилась та история? Он потом и с тобой разговаривал некорректно? Ну, как только он начал пытаться это делать, естественно. Ну, то есть, грубо говоря, когда мужчина может себе позволить с кем-то разговаривать некорректно, это значит, что он и с женщиной может себе позволить разговаривать так же некорректно. К сожалению, мне кажется, да. Конечно. То же самое, например, хороший маркер, когда мы спрашиваем у мужчины на первом свидании, что-то про, ну, почему, например, остался со своей бывшей женщиной и женой. Нам не столь важен ответ, то есть он может расстаться, ну, по каким-то своим причинам, но важно, как он будет говорить об этой женщине, которую он когда-то любил, там, что-то, в общем, у них было, потому что если он будет говорить, какая она плохая, и вообще все бывшие сволочи, и так это меня все бесит, я такой несчастный, то мы понимаем, что, скорее всего, вот мы уже скоро окажемся на месте этой самой нехорошей бывшей. Ну, у нас знаешь, как любят мужики говорить? У нас говорят так, ну, мы с женой не живем, у нас плохие отношения, мы спим в разных комнатах, и ты уже сразу себе, у тебя лапша такая на ушах висит, что вот, он, наверное, не живет с женой, все у них плохо, и вот как раз он ищет ту самую, которой будешь ты, с которой будет сейчас все хорошо, и мы ей рады обманываться. Да, у меня... Как читать таких мужиков? Вот, это у меня как раз был такой личный случай, когда я, ну, я тоже, я же психолог, конечно же, я всех прям думаю, сейчас я тебя прочту на первом прям свидании, прихожу, говорю там, ну что, ты женат? Он такой, нет, нет, я так и спрашиваю, прям вот это в лоб, кстати. Ну, конечно. Знаешь, это мой любимый вопрос, который я задаю в первые пять минут. Мне очень понравилось, как Настя, молодец, ты женат прям вот так. Да, нет, это вот, это вопрос, который я задаю в первые пять минут, знакомство с мужчиной. Ты свободен там, знаешь, раз ты... Нет, ну что, свободен, конечно. Нет, знаешь, они в душе все свободны. Да, да. Как птицы. Да, надо спрашиваться. Женат или нет? Причем я всегда говорю, девушка или сожительница тоже считается. Да, это хорошее, это хорошее. Я уточняю. Он вообще человек очень конкретный. Нет, не женат, но живет, главное, с женщиной. Ну, за пять лет, трое детей. Не женат, поэтому девушка или сожительница тоже считается. Это классно, потому что, как правило, когда ты встречаешься, только встречаешься с человеком, ну, как бы друг другу стараешься не врать, да? Говоришь, как есть. Как правило, если у мужчины нет злого умысла. Вот как таких обманщиков вычислять? Во-первых, как я и сказала, задаем прямой вопрос и смотрим. Хорошо, например, он ответил, не женат. Да, у меня так и было, он ответил, не женат, никаких признаков лжи нет. Я такая, ну что ж, едем дальше, все хорошо. А потом, я хорошо, что додумалась, ну, уже через пару свиданий, когда я чувствую, что начала влюбляться, я думаю, нет, что-то не чисто. Я говорю, слушай, а вот у тебя прям в паспорте дочь-то есть печать, где, которая вот, что ты развеет. Я говорю, не, ну, в паспорте такой печати нет. Я говорю, а как? Ну, мы уже там, ну, вот это вот, мы уже с женой не живем, там, сто лет, не разводимся из-за дочери, там, еще что-то. Я говорю, у-у-у, до свидания. Но сейчас, понимаешь, какая ситуация? Сейчас не всегда в паспортах и ставят печати. Да, это правда. Да, это правда. Ну, тогда уже как повезет. На самом деле, почему женщины боятся вступать в новые отношения? Они боятся быть обманутыми. Как разгадать вот этот обман по поведению мужчины? К сожалению, мы никак не можем достоверно распознать этих самых обманщиков. Поговорим и теории, о которой все знают. О том, что когда мы смотрим вправо-вверх, это значит, человек лжет, влево-вверх, значит, говорит правду. Но это же бред. В целом, да. Конечно же, мы не можем сказать, ну, прямо, что это бред-бред, потому что все-таки у нас есть такая фишка, как движение наших зрачков, которые... То есть вправо-вверх, это он врет? Но буквально воспринимать нельзя, потому что, во-первых... Может, я так вспоминаю? Вот на этом основана теория, что когда человек вспоминает, он задействует ту область мозга, и при этом зрачок движется вот вверх-влево. Но если человек левша, то, соответственно, у него все отзеркалено. А если человек переученная левша, то есть это вообще тогда мы никак не поймем. Дальше все это происходит буквально за доли секунды. То есть это же не просто человек такой сидит и полчаса смотрит. Я же поставила себе сразу эту ситуацию, если люди сядут в ресторане, понимаешь? Да-да. Он раз так посмотрел наверх, так, извините, вы левша или правша? Переученная или настоящая? Еда ушла в сторону, значит, ты за глазами его сидишь. Да, в бытовом плане это очень сложно. Вы наверняка знаете, что... Ну, по фильмам уж точно видели, что спецслужбы, когда... В любых странах, когда ведут допрос, они всегда записывают этот самый допрос. И потом анализируют. По многим причинам, на самом деле. Но нам что интересно, что штатный психолог может потом в замедленной съемке посмотреть как раз, потому что это движение зрачка, оно так... И просто вот миллисекунды. Потом, если человек лжет, и прям он намеренно хочет нас обмануть, он же не дурак, он тоже все это слышал про лево, право. Он будет смотреть нам вот так в глаза, чтобы, не дай бог, мы не подумали. Вот. И вот это вот движение зрачка мы никак с вами в ресторане под винишкой не распознали. Я знаю, как распознать ложь. Надо сказать, послушай, милый, вот мы с тобой первый раз поужинали, а теперь поедем знакомиться к твоей маме. Гениально! Оля, от тебя всегда просто волшебные советы. Мама точно не соврет, если у него жена и трое детей. Не поверите, но вот я же психолог, работаю со многими женщинами, парами. Бывают такие мамы и друзья, вот к ним приводят и одну, и вторую. И они хорошо... И всем гостям рады. Да. Маме строго-настрого сказали молчать. Поэтому это прям такое... Но мы можем увидеть, как за юлик мужчина заерзает. Но в то же время он может просто заерзать, потому что подумать, что за странная женщина. Еще, знаете, что я хотела сказать, что если человек хочет нам соврать, он это сделает, может сделать так, что мы не заметим. Виртуозно. Виртуозно. Есть такие люди. Даже среди... Вот есть люди, у которых есть диагноз, ну, определенные, да, они врут и даже не замечают. В моем случае мужчина, правда, думал, что, ну, я же не женат, ну, то есть, я же живу уже три года. Это не счетово, да. И он будет еще обижаться. Как же ты... Как-то ты мне не веришь. Ну, обижаться это вообще... Ну, обижаться, да. Лучший способ защиты это нападение, естественно. Это правда, когда, вот, хорошая тема, когда мы говорим, там, ну, прижучиваем человека, загоняем в угол и говорим, так, все, признавайся. И он такой, а что это ты сразу, а вот ты сама. Кстати, да. И начинается, ну, конечно, в ответ нападение. Но не всегда это означает вранье. Ну, то есть, мы можем подумать, что человек врет, а у человека, может быть, хорошие личные границы. Он и правда думает, так, ты что, офигела мне такое вообще говорить? Иди давай. Иногда женщины боятся, ну, вот, встретить мужчину, который, ну, какую-то выгоду. Альфонс. Ну, грубо говоря, да. Например. Да, вот как вот здесь вот не попасться? Ну, это такой вопрос, я думаю, который интересует и волнует многих женщин. Да, это хороший вопрос. Значит, по поводу альфонсов. Мы никогда достоверно на первом свидании не узнаем, альфонс человек или нет. Нас заехал на хорошей машине, повез в дорогой ресторан, там, не знаю, подарил какой-то подарок. В общем-то, пока что все хорошо на этом этапе. Это может быть как альфонс, так и не альфонс. В дальнейшем покажет только время. Потому что, если человек альфонс, соответственно, у него есть какое-то ограниченное количество денежных средств. Которые он готов в тебя вложить, прежде чем начать получать прибыль. Да, конечно. То есть у него с предыдущей женщины остался остаточек, и теперь он, ну, это как инвестиция, да, в новый проект. Да, пирамида. Но дальше он дольше, там, месяца-двух он, соответственно, не будет. Держаться не может, да? Не может, у него закончатся деньги. Поэтому через несколько месяцев. Что будут делать эти альфонсы? Они будут стараться продавить тебя, как можно скорее съехаться. Пожениться, конечно же, ну, очень выгодно. Взять кредит. О, ну, кредиты это, да, конечно. У него просто много миллионный контракт. Девочки, не берите кредит из-за мужиков на себя. Никогда на себя не берите кредиты. Да, ну и поручителем становитесь. Да, потому что он может сказать все, что угодно. Он, вообще-то, крутой бизнесмен. Просто вообще крутейший. Ну, сейчас у него временные трудности. Вообще, деньги заморожены во всех банках. Там какие-то невероятные. Сейчас перегон денег из Австралии в Америку. Из офшора в офшор. Да, да, да. И вот потерпи родная, я тебе отдам вот не сто тысяч, а миллион. Буквально завтра. Ну, завтра, сами понимаете, не наступит. В общем, в принципе, смысл в том, что это недолго. Недолго, да. Альфонсов здесь главный момент. Не ухаживает. Ну, откуда у них деньги, что же они? Вот смотри, если все-таки самым важным инструментом, как вывести человека на чистую воду, являются вопросы, да, какие вопросы нужно задавать вот в первые, так скажем, часы знакомства? Можно в целом расспрашивать его, про его работу. Опять же, для того, чтобы смотреть, работает схема такая же, как и с бывшими. Чтобы смотреть, как он будет рассказывать о своей работе, например. Будет ли он постоянно ныть, постоянно говорить, что все не так, все плохо. Тогда мы понимаем, что даже если этот человек очень честный, нам такой человек не нужен, ну что, он будет постоянно ныть. Ну, есть просто такие черты, которые не меняются. Это вот жадность, вот это вот постоянное недовольство всем. И мы должны понимать, какие черты нас устраивают, какие нет. Вот нытьки обычно никому не нравятся. Поэтому мы задаем как можно больше вопросов, где мужчина, в принципе, рассказывает о себе. И запоминаем. И уже на следующем свидании мы можем уже как-то задавать уточняющие вопросы. Вот есть такое мнение, что если мужчина тебя касается, проявляет такую некую тактильность, то, значит, он к тебе испытывает определенные чувства. Это так? Ну, в частности, сексуальный интерес, конечно. Если речь идет о том, что есть такой тип мужчин, как абьюзеры, ну, очень модное слово, которое, в общем-то, означает, что человек будет в дальнейшем применять к тебе какое-то насилие моральное, неважно, физическое, то он, конечно, будет твои границы с первого свидания чуть-чуть двигать. То есть этот человек будет говорить, я считаю, что женщина должна то-то-то, то будет дотрагиваться до тебя, ну и всячески вот проникать, и будет стараться под соусом заботы контролировать тебя постоянно. То есть вот эти вот сообщения, ну что, ты доехала, ну что, как? А вот это я не очень люблю. А сейчас через нервность такая. Да, то есть когда мужчина заботится о тебе, это нормально. Ну, то есть, например, вы расстались вечером, он такой, ну что, ты там добралась? Но забота от навязчивости отличается. Да, а этот человек будет стараться пробраться, прям пустить свои корни в твою жизнь. И каждый раз, когда ты там на встречу с подружками пойдешь, он такой, понятно, ну иди, конечно. И ты будешь чувствовать себя виноватой. Ну что, Настя, у нас была очень продуктивная, познавательная и интересная беседа. Спасибо тебе огромное. Спасибо, что нашла время к нам прийти. Спасибо большое, что позвали. Спасибо. Ты знаешь, мне кажется, каждый мужчина хоть раз в жизни пытался обмануть женщину. Пытался, но зато как интересно иногда поймать его на этой лжи. Скажи, подруга. Точно. Точно. Продолжение следует...